Девушки отдыхают Вот он мой бизнес Альма-матерь Мое хлебное место Нерегулируемый перекресток Класс Ой, сынка Ты знаешь, сыночку На чём у перекрёстки ещё твий прадед По двадцать человек в день штрафовал Так это ещё тогда машин не было Да, сын, пришёл час Пришло время передать тебе Ты? Що? Твий прадед Передав твоему диду Твий дид Передав твоему батьку И я передам тебе Що передать, батя? Наглость Наглость в карман не положишь О, передалось Ай, сынку Ты ближе на чё форму? Боже, як вона тебе лучшая? Та ты шо, батя Вона ж на мене висит Ничего На мне тоже первый месяц работы в Гайве село А потом А я курашка тебе идёт Ой Щас сниму на телефон Эээ, снимать нельзя Передалось О, сынка Слухай, батя И шо? Тепер на оцьому перекрёстку Тепер оце все мої? Так Класс Он, бачишь, куст Ага Для тебя ростил И як називається ця дорога? Ой, сынку Ця дорога мае Таку романтичну назву Окружная Окружная Красиво Дуже красиво Тут, кстати, я с твоей мамкой познайомо Вона шо, теж працювала в ГАИ? Рядом Помогала мне, скажем так В зимку Може, я вже під у когось остановлю Не спеши Не торопись Спочатку, сынку, тримай це Це наша перша Родова реликвія Шо це? Свисток, шо? Це не просто свисток Це твій голос Це твоя душа Твій дед на хату Насвистілим Тримай Так Далі Тримай Це Шо це? Шо, шо? Просто жезл Я щас як дам Це не просто жезл Це жезл Тобто Жизнь Замічательних людей Яких Аштурфував твій батя Тримай Синку Запам'ятай Цей жезл Ще твоєму прадіду Хотіли засунути Так Потім твоєму діду Хотіли засунути Мені Хотіли засунути І тобі Засунути колись Слухай Мам біду Остановлю Хто три машини вже На халяву проїхали Дивись І спіши, Синку Спочатку запам'ятай Надо присмотреть трофей Так Бач Шо це їде? 200 гривень Молодец Ланос Це що їде? 500 гривень Точно Мерседес А це що їде? Мерседес З донецькими номерами Це 700 гривень 700-800 Смаря скільки попросят Так, Синку Слухай А от що Саме важне В нашій роботі? Три вєчі Запам'ятай Це зрєнє Ага Нюх І чуйка Понял? А якщо чуйка підведе? У, по-перше, є куст Так, так А по-друге, Синку запам'ятай От Міку Так Дядя Петя Ага Якось найшов приключення себе Начуечку Да, і остановил Мерседес Номерами ВР На 42-м году жизни Так, ну, страшно Не, це не страшно Саме страшное Показываю Саме страшное Запам'ятай, Синку Це коли Должен проехать Кортеж президента Так А тебе перед ним Надо быстро пропустить Огромний поток машин Так І ти стоїш Машеш так І кричиш Грабяк Це ж страшно Це дуже страшно Все, може вже мені іти Почти Запам'ятай, знаєш, коли остановиш Так Спочатку Грошу не бери А що Состав протокол Бліфуй Ага А вже потом Понялся Я понял Все, може вже І останнє Що Ні колосі Не забирай у водія Останні гроші Чого це По-перше, це не по-человечески Ага А по-друге, він же ще назад буде їхати Понялся Готов? Давай Бери волос Давай Аккуратно Губками Та-та-та Давай Получилось Сынок Гаїшник Ну вот А то все Батя Да батя Блин, ну что Ну, господин Ну, ну и что Что это было Здравия желаю Города Киева Сержант Петренко Ваши документы Достали Щас Подожди Об'ясните причину остановки Только внятно И на камеру Вот сюда Давайте Давай-давай-давай-давай-давай-рассказывай Ну, чего? Готов Они готовия Они готовы Щас Ага, давай Сейчас А теперь Давай О, небеса! Спасибо вам, что дали мне сей шанс предкамерой явить свое искусство. Гардемарин Петренко. Собственно, персоны. А как мне вас позвольте величать? Не понял, что происходит? Не ожидал? Ха-ха! Ты думал, пред тобою просто мусор? Бесчувственный меркантильный варвар? А я актер! Служу в театре я! Ну и немножечко в ГАИ. Слугая двух господ. В чем причина остановки? Я Труфаидина с борщаговки. Я говорю, в чем причина? Причин здесь много. Вам их перечислить? Могу вам предоставить фото даже. Снимайте же, снимайте! Я в кураже! Вы что, издеваетесь надо мной? Тогда, мерзавец, слушай акт второй. Давайте воспроизведем событие. Я тут стоял лучами утомленный, стоял один, как прокаженный, как летом переполненный трамвай. А ты превысил скорость. Ай-яй-яй! Как мог ты? Кто вам дал такое право? Тем более, что там была помеха справа. Там не было никакой помехи. Допустим, пусть чуть-чуть я приукрасил. Но ваш маневр был коварен и опасен. Я что, нарушил? Ясен красен. Я был смущен. Да что вас смутило? Эпическая сила. Управляла вами. Вы мчались голову, сломя, чем право столь обескуражили меня. Не понимаю. Быть может, вы забыли выключить утюг? Или понос внезапно приключился? Ответьте же, ответьте, я внимаю. В чем вопрос? Я ехал с допустимой скоростью 120 километров в час. Это надо доказать еще. Есть подтверждение. Визир. Коллеги подогнали к дню рождения. Хотите посмотреть? Идите впереди. Я покажу вам, что такое. Фулл Эйч Ди. Вот все вы такие хитренькие, спрячетесь в кустах там себе. Вот ты стань на мосту Патона. Патон мне друг. Но истина дороже. Потом не пропустил ты пешехода, несчастного, больного старика. Ух, как сказал. Ха-ха-ха-ха. Да он даже не успел подойти к переходу. Но двигался-то в нужном направлении. Так, у вас нет доказательств. Это факт. Тогда у шлепок. Слушай третий акт. Слепец. Ты из-за камеры своей во мне не видишь личность. А я актер. Слуга Эмиль Помены. Хочу катарсиса добиться от тебя. Но вынужден махать я жезлом на дороге. И так с утра до ночи в рот мне ноги. Где страхование от третьих лиц? Извольте объясниться, тыц-пиндыц. Вот. Доверенность. Да. Я б вам не доверял. Я б не доверил вам и ногтя своего мизинца, что на ноге. Техпаспорт на машину где? Вот, пожалуйста. Что за авто у вас? Тойота Прада. Вы слышали, как он сказал? Тойота Прада. По городу 17 литров. Нафиг надо. А в пробках 25, а то и 30. Так это ж дешевле застрелиться. Так, слушайте. Хватит вот это придуриваться, в баньку валять. Мне это надоело уже. Японский бог. Что? Тогда, козлина, слушай эпилог. Каков мордоворот с холеной улыбкой. Скажу тебе я прямо, так и знаю. Тебе не отвертеться, еханый баба. По закону хотите? Так давайте тогда все делать по закону. Давайте, оформляйте протокол, правонарушение, акты. Давайте, вот эти. Я отыграл ухмылку. Милейший. Ну что вы лезете в бутылку? Я намекаю, что другой есть вариант. О, ну так вы сразу и сказали. Хватит, ну вот тогда вам. Сто гривен? Жалкие гроши? На елках заработаю я больше. Это нормальные деньги. Плевок мне в душу. Как же это понимать? Ответьте же скорее, япона мать. Хорошо, вот. Надь, берите. Брать или не брать? Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? Позвольте. У меня же завтра день рождения. Конечно, надо брать. Чего же я туплю, ломать, копать? Ну вот, берите и разойдемся. Возьму. Но не как взятку, а как плату за спектакль. За то, что я творил перед тобой. Давай сто баксов, хрен с тобой. Что, баксов? За что? За то, что ты сидел в первом ряду. Ты на премьере был неблагодарный. Так, слушайте, знаете что? Мне уже пора ехать, извините. Езжайте же, езжайте. Вот только камеру оставьте, я доиграю этот акт без вас. Ну что, вообще обнаглели, а? Верните телефон, да? Вы знаете, кто у меня папа? У меня папа депутат. Тогда, конечно. Ну что же вы стоите? Давайте, грабьте, убивайте. У вас же папа депутат. Насилуйте, стреляйте. Нет, вы при чем тут стреляете? А что же еще можно делать, коли твой папа депутат? Это просто... Я очень зол. И евпатий, калаврат! Ну и что? Да. Ситуация плачевная, друзья. Что тут сказать? Хоть стой, хоть ахай. Так что мне делать-то? Отвечу в рифму. Пошел ты! Вы знаете, после затянувшейся зимы киевские гаишники перестали прятаться в кустах и теперь прячутся в ямах на дорогах. Но, несмотря на все это, они всегда готовы прийти на помощь в случае дорожно-транспортного происшествия. Давайте посмотрим. Блин, ты шо? О, ты шо? Шо ты мне шо? А ты... Ты шо я не шо? Куда ты шо шо? Так не шо, а шо шо ты? Я тебе шо? Ты смотри, шо вообще! Шо, шо, шо ты шо? Ты шо вообще не шо? А-а-а-а-а-а! Интеллигенция! Я желаю, прийдемте. Я прошу выбычения, пока вы шокаетесь. Сейчас мы разберемся в вашем ДТП. Кто из вас виноват? А кто, может быть, не прав? Ну ты разбирайся, разбирайся! Но учти, я из партии регионов. Так ты виноват, товарищ. Что значит, ты виноват, товарищ? Я тоже из партии региона. Вы что, хотите сказать, что я виноват? Это серьёзная ситуация. Я же даже без машины был, как так вляпаться. Сейчас я позвоню начальству, полковнику надо звонить. Алло! Алло! Да! Михалыч, это Петренко. Тут серьёзная ДТП. Помоги мне понять, кто виноват. А значит, за рулём одного автомобиля был депутат партии регионов? Так что тут решать? Конечно, виноват второй. Да, но за рулём второй был депутат партии регионов. Я понял. Будем решать. У меня идея. Слушайте, хлопцы, извините. А, господа. Это, можно это? Так, я вам дам все бабки, что сегодня заработал. А вы сделайте вид, что меня на посту не было. На хрена нам твои копейки? Что? 50 тысяч гривен — это копейки? Быстрее решаем. Быстрее. Понял, це крохи для вас. Чтоб понять, кто виноват, я должен понять тормозной путь. Я сейчас почитаю. Давай. Раз, два, три, четыре. Стой! Сейчас решим. Решим, кто виноват. Так, где вы ехали? По встречке он ехал. Где он ехал? По встречке? Так ты виноват. Так он тоже по встречке ехал. Снова ничьяк. А куда вы ехали? Я в Верховную Раду. Это серьёзно. А вы? В Межигорье. Он по главной встречке ехал. Мой друг, вы не виноваты. А ничего, что он в это время был в Верховной Раде. Ты куда смотрел? Чего? Я понял, сейчас разберёмся. Так, а что у вас на торпеде? Иконки. Иконки. А у вас? Портрет президента. Вот это крыша, что скажешь? У меня на иконках президент. Сейчас. О, ну ладно, по-другому пойдём пути. Ты откуда? Партия Регион. Не, откуда? Город какой? Макеевка. 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 Вот это да, столыся. А ты откуда? В Ворловка. Идите колыхайте. А шо к Донецку ближе? Одинаково. Твою мать, ничья. Хрошо. А ты где работаешь? Партия Регионов. Что ж такое? А до этого где работал? А, ну это, директор завода Макеев Уголь. Вот это ты перец. А ты где работаешь? Партия Регионов. А до этого где был? Партия Регионов. Получается, ты так нигде и не работал. Мы будем разбираться. Режать быстрее. Сейчас мы разберёмся, хорошо. Ладно, разберёмся, разберёмся. Давайте смотреть номера. Номера? Номера, да. Пожалуйста, смотри. Так что у вас 4 семёрки Камэ. Вот так? Блатной, пацан. А у тебя 4 семёрки Карэ. Вот это выпало тебе. Извини, ты всё равно виноват. Почему? А потому что Камэ – это кабинет министров. А ты знаешь, что такое Карэ? Всё. Кум Рената. Ах ты, голодранец! Не видел, куда ездишь, тут серьёзный человек. Ты ж, глаза выпучил. Ты охренел? Я понял, сейчас разберём. Можешь тебе про связи рассказать? А связь? А ну как хорошо, выкладывайте на капот свои визитки. Сейчас мы разберёмся, давай. Шо тут? Колесниченко – серьёзный ход. Чем бьёшь? Ефремов – бита. Шо у тебя? А ну-ка. Колесников в рукаве козырь держал, да? Шо у тебя? Лёвочкин. Пробачь ты, у него Лёвочкин, ты виноват. Так у меня тоже Лёвочкин. Лёвочкин. А-ха-ха-ха-ха. Всё равно ты виноват. Чего? А понимаешь, у тебя Лёвочкин, когда он был депутатом партии «Регион», но… Визитка, да. А у него визитка. Лёвочкин – глава администрации президента. Это два разных Лёвочкинов же. У меня козырный Лёвочкин. У него козырной, ты понял? Тем более, что Лёвочкин и я, мы соседи по дому. А у меня жена и жена Лёвочкина сёстры, понимаешь? Смой сын и сын Лёвочкин. Да у меня тётя Лёвочкин. Так ну ладно, чего это что? Ладно, хватит. Хватит мериться Лёвочкиными своими. Прекращай. Зами Понятова. Подожди. С вами всё сложно. Я Понятова позову. Очень сложные вы люди. Два депутата партии «Регион». Вот на прошлой неделе у меня был случай. Вот там всё просто. Депутат, значит, одной партии, Верховный Рад. Сбил бабушку. Старенькая такая бабушка, понимаешь? Потом мы поняли, что она никому не нужна. Сбил бабушку. На зебре. Она просто на рынке торговала херсонскими арбузами. Так столько виноватых нашлось. И бабка. И зебра. И художник, что рисовал всю зебру. И хозяин бахчи получил. И губернатор Херсонской области. Все, понимаешь? Слышь ты, губернатор. Я понял. Понятой. Зови, давай. Понятой, иди сюда. Здрасте. Здрасте. Как зовут тебя? Микола. Микола. Звідки ты, Микола? Жашків, Франківськ. Все, Жашків тобі, Микола. По-моему, мы нашли не только понятого, но и виноватого. А вы что, дядьку? Мы даже цих правов немало. Правов немало? Так что ж ты, Скотиняка, без прав ехал? А не, вы не поняли. Я цей, як его, пешохот. А ты без прав еще и шел, да? Петренко, Петренко, ты еще живий там? Да, товарищ полковник, держусь. Что делать? Я не виноваты. Держи цих двоих регионалов. Еде телевидение. Буде с тебе героя робить в борьбе с коррупцией. Понял? Стоять, блатата. Вернулись на место псы. Что вы тут думали? Случайно Петренко на чем участке поставлен? Межигорье, Межигорье, Зачерман. Да? Что это за... Случайно? Думали подкупить меня? Что за... Восемь штук баксов ты мне предлагал, да? Я один. Или пять ты мне предлагал? Хоть три дашь, Чене? Ну прекратили все. Случайно мне твои бабки, шучу я. Сейчас мы с тобой разберемся. Ай-яй-яй. Давай своими номерами тут. Левочкины, Шмовочкины. Партия регионов. И шо? Партия регионов. Да начхать. Сегодня вы есть, завтра вас нет. И я понимаю, что фигню сморозил. Понимаю. Но все равно я на посту. А захочу, подкину вам траву. Жалко, конечно, продукт хороший. Но ради такого дела ничего не жалко. Петренко, Петренко, слушай. Отбой по журналистам. В пробке застряли. А помните, как я на коленях стоял? Не то. Не то. У меня такая идея. Вам палочка. На всякий выпадок ношу. Вам мыло. И пистолет. Зачем? То есть, если вы меня не догоните, стреляйте. Прожелаю. С праздником с 8 марта. Спасибо. Не за что. Вы только с ноги съедьте. Ой. Извините, пожалуйста. Поздравляю вас с международным женским днем. Извините, с вами все хорошо? Конечно. Вы только с третьей полосы на первую перестройтесь. Ой, извините. Стремно. Извините, пожалуйста. Что страшно? А я не совсем поняла. А что вы меня остановили? Я что, была не пристегнута? Ну, почему же? Я вижу этот ремень от сумочки. Да. Просто, понимаете, как вам сказать, барышня красивая вы наша, но в это время суток нужно ехать со включенным светом. А я что, без света? Как бы вам объяснять? Ну, свет должен гореть снаружи, а не внутри. Ну, извините. Ничего страшного. А включите, пожалуйста, на секундочку, кнопку аварийной остановки. Что включить, я не поняла. Ух ты, ёлка. Вот эту штучку рядом с розовой белочкой. А как вы её назвали? Рыба моя. Кнопка аварийной остановки. Так, вы меня не путайте. Я знаю, что эта кнопка называется «Спасибо, что пропустил». И вообще, у меня сегодня немножко день такой напряжённый. Вроде праздник и напряжённый. Меня уже четыре раза просто останавливали. Я знаю. И только у меня получилось, да? Ну, тоже, знаете, как-то неожиданно. Я еду-еду, а тут бац, и вы. Не-не, бац, это был мой напарник. Да вы что? Да. Я что, сбила вашего напарника? Да. Я надеюсь, он будет жить. А какая разница? Главное, что у вас теперь губы накрашены. Да? Прекрасно. А можно я дворники выгляду? Нет! Чё? Не надо. А когда идёт дождь, они очень помогают. Так может, пойдёт дождь, тогда включите? Нет, это в салон ехать опять я не хочу. Если вы не против, я тогда, это, поворот налево выключил. Не поняла. А что такое? Мне надо налево. Что нельзя? Можно. Ну вот и всё. Конечно. Как может в такой день такой шикарной женщине запредить поворот налево какой-то там отбойник? Спасибо. Хорошо припарковались. Спасибо опять. Я-то причём, дерево благодарите. Вы знаете, это правда. Я вот на том перекрёстке их пять штук сбила. Но это же ничего. Не, как ничего, это страйк. А-а-а! Точно, это же страйк. Можно права? Да, конечно, сейчас. Давайте. Не спешите. Ух ты! В жизни вы красивее. Спасибо, мне все говорят. Без усов. Ой, простите, это мужа права. Белочь, не торопитесь. Кстати, где вы права получали? На Туполева. Мрео номер шесть? Не, в Челентано. Извините, я не понял, где? В Челентано. Муж сказал, подожди меня в кафе. Через 20 минут вернулся и принёс мне права. О, а вот и они. Боже, ещё не распечатывали. Нет, вы первый. Сомневаюсь, что я у вас первый. Кровец Елена Юрьевна. Это я. О, прекрасно. Ну что, может номер свечи? Что? Капот, я говорю. Откроем, посмотрим номер свечи. А, ну хорошо. Капот. К вам какой? Передний, задний? Разговор зашёл в тупень. Да, Елена Юрьевна, держите права. Давайте так, смотрите. Я сейчас отвернусь и сделаю вид, что вы ещё не ехали. Хорошо? Да. А вы это шампанское уберите. Ой, вы заметили? Да, так нельзя. Хорошо. Да, хорошо? Ну давай. Что вы делаете? Что убираю шампанское, вы же попросили. Вы что, не знаете, что нельзя бухать за рулём? О, боже, всё я знаю. И эти ваши дорожные правила, и эти дорожные намёки. Знаки. Ой, какая разница? Хорошо проверим. Что это за знак Елена Юрьевна? Где? Вот. Это? Да. Это кирпич. Он означает, что можно ехать, если нет ментов. Прекрасное знание. А вот этот знак... Какой? А вот этот? Да. А этот знак называется нерагулир... Нерагир... Как? Невыговариваемый перекрёсток. Садитесь. Страховка есть? Да. А, нет. Вы знаете, у меня её те уроды украли, которые мою машину угнать хотели. У вас хотели угнать машину? Да. Они её даже уже себе на грузовик погрузили. Но я не растерялась. Я баллончиком шикнула и уехала быстро. Ну, то, что быстро, мы засекли. Ууу, фен! Это мне? Спасибо. Вот я дура тупая. О, боже, ну зачем вы так на себя? Просто я должен был хоть кому-то это уже сказать. Ах, так. Да. Хамим, да? Почему? Ладно. Я не хотела, но, видимо, придётся идти на крайние меры. Сейчас я покажу визитку. Мне муж сказал, если такой, как вы, остановят, чтобы я показала. Ну-ка. Ну и что ты теперь скажешь? Круто. Круто. 20% скидки на маникюр. Очень. Серьёзно. Да, ничего. Сейчас я буду снимать тебя на телефон. Ну-ка, давай. А ну-ка, быстро. Чётко и внятно. Причина остановки. Нарушение правил дорожного движения. Каких имена? Всех имена. Ну, кроме транспортировки баллонов без проблесковых маячков. Всё? Всё. Ты всё сказал? Да. А вот теперь тебе хана, понял? Сохраняем. Ой, а вы не могли бы повторить, а то я себя снимала? Елена Ильевна, давайте так. Я позвоню кому-нибудь и вас заберут, хорошо? Да, пусть меня уже заберут. Хорошо. Кого набрать? Там в последних набранных кто-то есть. Ну-ка, давайте. Кабан. Не, кабан не приедет. Хорошо. Саша Кэ. Саша Кэ тоже нет. Чего? Саша Кэ это кабан. Ну и два телефона. Интересно. Виталия Медлина. Саша Средняя. Коля Быстро. Да, есть такие. Эдуард. А почему без характеристики? Пока так. Серёжа Длинный Халуй. Ой, это Т9 исправляет. Елена Ильевна, давайте так. Значит, берите фен, телефон, цветы и валите по прямой. Спасибо. С праздником. С праздником. С праздником. Дмитрий Киселё. Ну да. Боже мой, так и не может ущипнить меня. А зачем? Чтобы вы потом не сказали, что я просто так вам ногу прострелил. Что вы себе позволяете себе? Я Дмитрий Киселёв, независимый журналист. Что ты шоу? А я штандантер, фюрер, гаиль, Петренко, людоед, пендеровец, русофоб, русонасильник. А что я нарушил? А что я нарушил? Четыре москальских слова. Те ж четыре расстрельные статьи. Так я не понимаю, что происходит вообще? Он вообще не понимает. Ну ты шо их передача говорил, шо мы хохлы, останавливаем русских, зубыняем их, оскорбляем, насилуем. Эээ, подождите, я преувеличивал. Не-не-не, я уже настроился. Эээ, подождите, оскорблять было, но насиловать этого не было. Подождите. Дима, я уже в це поверил. Так, эээ. Димачка. Стоп. Все. Эээ, меня заставляли. Зараз ты ж будешь не по доброй воле. Подождите, да за что? Ну я тебе, вы ж ваши виска в нас ввели. Да, но у вас то войск нет. О, шо маемо, то и водимо. Не-не, это... Не переживай. Подождите. Мы не сильно. Тики на пивострова. Что? Не, не переживай, мы в отличие от вас выведемо, будь. Мы ведем и выведемо. Так, подождите, подождите, идите сюда. Сейчас, сейчас. Вы можете мне толком объяснить причину остановки? Я ще не придумал. Что значит не придумал? О, придумал. Полуостров Крым. Причина остановки? Полуостров Крым. Да, да. Что это за бред такой вообще? Мне самому сложно. Вы понимаете, как мне честные люди, некультурные, сложно решиться на такой поганый поступок. Да успокойтесь. Крым исконно русская территория. Все, я решился. Спасибо за помощь, Димаш. Так, подождите. Что такое? А где вот это все, права, документы, там все? А-а-а. Хочешь предварительные ласки, да? Я хочу, чтобы по форме все было. Буду по форме. Давайте по форме. Доброе. Два пытания. Давайте. Огнетушитель есть? Есть. Аптечка есть? Есть. Очень хорошо. Что хорошего-то? Чуя мое серденько, что вам сегодня спочатку понадобится огнетушитель, а потом аптечка. Не смешно. Зеленка есть? Есть. Понадобится. Бинт есть? Да есть. Все у меня есть. Понадобится. Резиновые изделия, кроме водителя, имеются? Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Да, пробачься, пробачься, да. Трошки издевался. Ты это, уважаете, машина, коробка, автомат? Ну, да, автомат. Хорошо, значит, одна нога не нужна. Слушайте, не надо только мне тут угрожать, а? Я ничего не нарушал. Я к тебе не стыдно, так и казать, Дима. Так, что-то я не пойму. Какую цель вы преследуете? О, это хорошее питание, а то я запутался уже. Яка цель въезда в Украину? Яка? По работе. Так и запишем. Брехать, да? Ладно, следующее питание. Дата народжения. Зачем вам? Ну, просто дату смерти я знаю. А на табличке должно быть две даты. Не скажу. Ладно, что завтракал сегодня? Какая вам разница? Отвечайте на поставленный вопрос, что сегодня завтракали. Вутерброды с сыром. Сыро. Нельзя. Сыр нельзя. Это запрещенный продукт. Возить его на территорию Украины нельзя. Вы ввезли его? Получается, вы кто? Контрацептив. Контрабандист. Ну, я что, по-русски презерватив буду контрабандист? Ради бога, мой контрабандист штопанный. Да, слушайте, хватит перестаньте меня оскорблять. Что такое, Дима? Все нормально. Короче так, либо залишаешь цей сир у нас, либо я вас не впускаю в Украину. Да как я его вам оставлю? Боже, взрослый человек, он, видишь, кучи. Иди туда. И цей сыр, как говорят, сыр-сыр, и он тут. Так, знаете что? Я сажусь в машину и уезжаю. Хватит уже. Дима, как можно ездить на машине с разбитой фарой? У меня все в порядке. Что это такое? Цепла разбита фара, дима. Как так можно ездить? Оба в ухе нема. Заднего стекла нема. У тебя ж окон нема, Дима, куда ехать? Это преступление просто. Я требую позвать сюда понятых, я не знаю. Понятых? По форме. Нема проблем. По форме так по форме. Давайте. Слово водителя для меня закон. Сма. Е. Один свидетель. Вот такая людина, вот такая. Это ж прапорщик Сидоренко. Идите сюда, пожалуйста. Владимир Александрович, вызывали. Здравия желаю, Тараска. Здравия желаю. Сегодня у нас свято. Ага. Так что вы на обид девочкам скажите там на кухне, чтобы компот не варили. Чего это? Чует моя душа, что мы наварим о киселясе. Ах, немально. Ух ты. Мать моя, Украина. Дима Киселев. Вин. Дима. А ты чув, что у нас тут москалив едят? Чув? Чув. Вин, чув. Ой, я сам чу и шучу. Да, Дима. Слушайте, это. Отпустите меня, пожалуйста. Я вас очень прошу. Сейчас спросим. Товарищи Дрэнка. Ну что, вид пусты мокиселя? Ну, вот. Путем народного референдума единогласно мы аннексируем ваше транспортное средство на нашу штрафплощадку, Димас. А может, это, может, я вам 200 долларов дам и поеду себе тихонечко? Ты билов на шоу. Да нам за твою голову 10 штук не предают. А, кстати, смотрите. Да, да. А вы хоть раз в жизни бачили, як горят 10 штук баксов? Нет. Это будет фаер-шоу, Димас. Не надо, а это... Может, как-то договоримся все-таки? Конечно, договоримся, чтоб мы не люди. У вас, кстати, шнурок развязался. Где? Ага, так я вам и поверил. Значит, не договоримся. Так, это... Хватит беспредельничать, что вы себе позволяете? Я русский человек, вы меня на колени не поставите. Нема питания, могу на табуреточку ставить. Перестаньте вот это... Дима, Дима. А можно через вас передать моему другу в Россию передачку? Передачку? Ага. А, ну это можно, почему бы нет. Януковичу передачку. Так, прекратите заниматься. Я журналист. Я понял, понял. Сюрприз в конце. Чтоб вы запомнили нашу встречу. Нет. А что это вы сделали сейчас? А це я по протоколу. У нас, когда, значит, бежит преступник, первый пострел в воздух, а другой в лоб. Так я ж не бежал никуда. Вы что? Да нет. Ага. А чё ж тогда между нами расстояние увеличивается? Подождите. Здравия желаю, капитан Глушко. Наконец-то, капитан, здравствуйте. Что случилось? Вот смотрите, представляете, стоял на светофоре, никого не трогал. Да ты шо? И тут в меня на полном ходу въезжает красная Мазда. Барышня за рулем, понимаешь? Ну естественно. Да. Въехала эта барышня, даже не остановилась, понимаете? Да, ну шо сказать бабой, то не баба. О, пошла. Боже мой. Что интересно, у меня точно такая же Мазда. Да? И тоже такого же цвета. Только не битая. Шутка, шутка. Сейчас. Баба во всем виноват. То есть жечь. Да-да-да. Разберемся ремонтоплатель. Где эта женщина? Да пошла где-то мужу звонить, я не знаю. Опомнилась мужу звонить. Сейчас. Всего? О, а мне моя звонит. Да не сейчас, я на работу. Ну шо, где она? Ну надо, когда надо, не дозвонишься, понимаешь? А, вот она. Здрасте. Здрасте. Ах ты, судебная экспертиза разберется. Кто из вас прав, кто виноват? Как кто виноват? Вы же, вы же только что сказали, явно виновата она. Ну, явно, неявно. Сейчас посмотрим. Тут такая идея. Поболчи, тетя. Что случилось? Я рассказываю. Я стоял на светофоре. Он стоял. Смотрю в зеркало, несется эта... Тетя. Тетя на этой мази. Тетя на светофоре. Красной. Я ей аварийкой моргаю, а она, дура, прям в меня. Да нет, дура она не вас, а в свою маму. Да, Коля, я не виновата. Коля? Какой Коля? Вы что, знакомы, что ли? Мы? Да. Первый раз вижу эту женщину. Она сказала, да Коли. Да Коли. Да Коли это будет продолжаться. Да. Да женщина выражается литературным языком. Ну, а снюдь не моя вина. А снюдь. Товарищи не хотела врезаться в вас. Не-а. Литературным языком. Вы посмотрите на нее. Что? Я догадываюсь, как она на машину заработала. Секунду, говорит дядя. А может это не она? Может это ее супруг к нам ей потом? Да, между прочим, мне на нее муж. Настоял. Да? Коля. Я сейчас тут разберусь. Вы ее мужа знаете, что ли? Не-не-не. Ну, скажем так, гулял на его свадьбе. О, интересно. Значит, вы сейчас лежите, отдохните. Я с этой женщиной тут разберусь. А в какой-нибудь кафе поедем, выпейте, снимите стресс. Что вы мне предлагаете это? Скрыться, выпить. Это же преступление. Вы лучше с ней, вон, разберитесь. От нее, по-моему, алкоголем несет. Меня? Не может быть. А ну, дыхните. Как же это у вас пахнет молоком. А не то ли это молоко, которое вашему мужу на юбилей начальник милиции подарил? Стояла в серванде двадцатилетнее молоко. Никого не трогала. Да-да-да. Что? Заберите у нее права. Да, это правильно. Дайте ваши права. А вот если сейчас, господин инспектор, вы заберете у меня права, то мой муж, ваш знакомый, год будет спать отдельно. Хотите? Она трезвая, как стекло. Женщина, вы свободны. Я тут разберусь. До свидания. Трезвая? Да. Что вы такое? А почему тогда, когда она на вас вдыхнула, вы сморщились? Так. У меня аллергия на молочко. Так. Проверьте ее на алкотестере. Так, я с удовольствием. Давайте послезавтра. Сегодня я забыл алкотестер. Так что, извините. Да вот же у вас в кармане. Ох, ты глаза. Вот алкотестер, женщина, пожалуйста. Не надо дышать. Это новая модель. Опача. Опача под мышку. Оп. Раз, два, три. Оп. Ноль. Ноль. Полный ноль. Полный ноль. Точно, как ты у меня в постели, мой лежачий полицейский. Извините. То есть вы хотите сказать, что она трезвая? Абсолютно. Да от нее алкоголем на километр несет. Знаете, что? У каждого человека есть свой запах тела. Женщина не виновата, что от нее природно пахнет 20-летним виски. Что вы такое несете? Я не знаю. Что, 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 что. Она не виновата. Да вы документы даже не проверили у нее. Да, это правильно, да. Можно ваши права? Я их дома забыла. Правильно, значит они есть. Да. Забыла, чтобы не потерять. Да. Молодец. Что за ерунда, да. Я говорю, разберитесь с этой женщиной. Да что вы. Существует мужчина, что вы так орете? У меня голова болит. О, это беда. Я знаю, когда у нее такое происходит, с ней мы не договоримся никак. Что? Что? А ты откуда знаешь, а? Что? Со мной не хочешь разговаривать? Так я сейчас позвоню. Не надо его. Куда надо. Сейчас с тобой поговорят. Капитанешка. А ну-ка. Не берешься. Алло, да. А ну, бери трубочку. Алло. Да. Это я. Есть. Понял. Да. Да. Зинаида Павловна. Отпускаю вашу дочь. Извините. Такие ситуации. Как говорится, женщина, вы не виноваты. До свидания. Да что значит? Что значит до свидания? Так, составляйте протокол. Протокол. Конечно. С удовольствием нет ручки. А я сейчас найду. Подождите. А у меня ручка есть. Есть как бывает? Ручка есть, мозгов нема. Давайте ручку составим в протокол. Да, да, да. Составляйте, составляйте. Пусть знает, как ездить не по правилам. Да, сейчас. А вы знаете все правила? Я опытный водитель. Сейчас мы проверим. Давай. Проведем тест на ваши знания правил дорожного руху. Угу. Отвечайте прямо в протоколе. Хорошо. Пиши. Вы на права сдавали? Конечно сдавал. Пишите сдавал. Дальше. Внимание. Если автомобиль движется и у него горят яркие фонари заднего хода, куда он движется? Все это элементарные вопросы. Назад движется. Пишите назад. С какой максимальной скоростью может двигаться автомобиль за пределами города? Со скоростью 90 км в час. Ага. Пишите 90 км в час. Написали? Ну. Распишитесь. А что вы предлагаете? Расписаться под словами «Сдавал назад со скоростью 90 км в час»? Слушайте, за кого вы меня принимаете, капитан? Не прокатило. Вы знаете, давайте сейчас разберемся. Да она мне полмашины снесла. Ой, минималочка светит. Давайте штраф. А у меня нет денег. Я одолжу. Вот вам денег. Платите мне их. Спасибо. Нема пытания. Так. Подождите, подождите. А почему у вас в кошельке фотография этой женщины? Заметил, да? Это же пришла ориентировочка. Это международная террористка. Ну-ка, шире ноги. Руки на капот. Сейчас я надену наручники. Ой, слава богу, хоть что-то новенькое наручники. Знаешь, отлично, 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 я тут разберусь. Езжай. Я никуда не поеду, пока вы ее не накажете. Знаете, что? А может быть, простим женщину? Она не виновата. Ну, может быть, первый раз посмотреть на нее, как она одет. Боже мой, подруги все смеются. Муж ее алкаж. Пробухивает все бабки. Она ему жрать готовит. А он нос вороте. Помогай мне, я тебе дал направление. А, и, дорогой, если ты сейчас сам выкрутишься, я ночью сделаю, как ты любишь. Я не понял. Откуда она знает, как ты любишь? Можно подумать, ты это не любишь. Так, не заговаривайте в него. Да давайте, составляйте протокол, да все. Хотите по правилам? По закону хочу. Так, открывайте багажник. Я не могу открыть багажник. Почему? Я не могу открыть багажник, потому что у меня его 20 минут как нет. Отказывайтесь. Отказывайтесь показать, что в багажнике. У меня внутри машина этой женщины. Мальчики, извините, пожалуйста, а можно пока вы тут разговариваете? Я в пустике. Да, давайте, да. Туда не идите, мне там еще сидеть. Туда тоже, я там уже сидел. Идите прямо до главной дороги, там попутками дома поговорим. Стоять! Женщина, вернитесь сюда. Капитан, иди сюда, капитан. Ну, нытый. Значит так, мне этот цирк надоел. Я давно понял, что это твоя жена. Да, смотри сюда. На. Лановой Сергей Борисович. Новый начальник областного ГАИ. Так что, капитан, решать тебе. Либо ты дальше продолжаешь отмазывать свою супругу, либо я выгоню тебя из органов к чертовой бабушке. Знаешь, что значит? Что? Семья для меня, прежде всего. Жена. Хорошая она или плохая, неважно. Да. Она моя жена. Да. Без работы я как-нибудь проживу. А вот как-нибудь не хотелось бы. Так, все, давай, я срабляю. Срабляйте. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова